Добрый день! Время других новостей на Первом канале в студии Ольга Ушакова. Мы говорим обо всём, кроме политики. И вот о чём сегодня мы хотим вам рассказать. Сам себе режиссёр в Нижнем Новгороде бывший предприниматель замахнулся на славу Голливуда. Ну, чем я не Спилберг, подумал предприниматель из Нижнего Новгорода и бросил бизнес, чтобы полностью посвятить себя важнейшему из искусств. На счету у Александра Кондратенко уже более двух десятков картин. Режиссёр не сомневается, его фильмы намного интереснее, чем работы голливудских коллег. Мечтают об Оскаре и провинциальные артисты. Секреты Нижегородской фабрики грёз приоткрылись Юрию Чухину. Ломаются стулья, рушатся шкафы, бьётся стекло. Масштабная динамичная сцена рукопашного боя и стрельба. Фирменный почерк Александра Кондратенко. Все его картины с элементами мистики. В этой Нижний Новгород окутывает таинственное жёлтое облако. Город становится центром зоны отчуждения, где творятся странные пугающие вещи. Александр Кондратенко сам себе киностудия. Режиссёр, сценарист, актёр, постановщик и каскадёр. Ещё недавно был успешным предпринимателем, но бросил всё. В какой-то момент я понял, что надо в жизни делать то, для чего ты, в общем-то, родился. А я свою жизнь без кино как бы никогда не представлял. Всё, что было нажито предыдущим трудом, ушло на первую картину. Сейчас уже три фильма. Режиссёры-самоучки прошли строгую проверку Министерства культуры и приняты в Госфильмофонд. Последняя лента собрала аншлаг в одном из Нижегородских кинотеатров. Кульминацией снималось в заброшенном Дворце культуры. Эта декорация просто грандиозная там. Мы там взяли и сделали экшн-сцену. Там выстрелы вот это всё летит, там взрывается, все бегают, куча народа. В общем, смотрится вообще здорово. Таким декорациям позавидовали бы и Лукас со Спилбергом. Сейчас Кондратенко приступил к работе над новой лентой, название которой пока держится в секрете. Съёмочная площадка «Парк Победы» в самом центре Нижнего Новгорода с выставкой военной техники. Ключевой эпизод фильма – бой бывших спецназовцев с адептами Тёмного Ордена. В финальной схватке добро обязательно должно победить. В картине заняты и любители, и профессионалы. Кондратенко приходит из любви к чистому искусству. В Голливуде сейчас в основном компьютеры работают, а здесь работают живые люди. Кровь, пот. Здесь всё живём, всё натурально. Я актёр-каскадёр, выполняю трюки и играю некоторые роли. Но в основном мы специализируемся на драках, трюках, падениях, акробатике. В студии режиссёра – обычная квартира в спальном районе. Здесь идёт монтаж, сводится звук и тщательно выверяется каждая склейка. Бывают в Голливуде такие киноляпы, которые просто удивляют. Их там сотни человек, по 300, по 400 человек съёмочной группы делают такие ляпы, которые мы там, ну, пять человек будем снимать, и мы этот киноляп как бы найдём и исправим. Вот почему у них некому за ними следить, непонятно. Нижегородский киноумелец не понимает разговоров о том, что нечего снимать, а жанр кино себя исчерпал. У него уже заготовлены десятки новых сценариев, а счёт идей для будущих фильмов идёт на сотни. Так что творческое банкротство «Фабрики грёз» Александра Кондратенко не грозит. Юрий Пчухин, Владимир Бессарабов, Первый канал, Нижний Новгород. Если вы стали свидетелем интересных событий, знакомы с незаурядным человеком, у вас есть что рассказать, пишите на наш электронный адрес dnsobaka1tv.ru А у меня на этом всё. Увидимся завтра в это же время на Первом канале. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова